К 80-летию образования Архангельской области с космодрома Плесецк запустят ракету. Об этом стало известно во время рабочей поездки губернатора региона в Мирный. Игорь Орлов проинспектировал объекты социальной сферы города, а также обсудил с начальником космодрома программу развития инфраструктуры и повышения качества жизни военных. Также Игорь Орлов принял участие в праздновании 60-летия образования космодрома и наградил его лучших сотрудников. Архангельская область действительно по-своему счастливый регион. Его великая история сегодня продолжается в том числе и вашими делами, вашим служением. Нахождение здесь на нашей территории первого государственного испытательного космодрома – великая честь. Честь здесь, в этой земле, продолжит традиции великого Ломоносова, Баранова, тех больших и славных имен полководцев, которые родились на этой земле и служили ей. Железнодорожный мост в Архангельске начнут ремонтировать в 2019 году. Такое решение озвучили на этой неделе на заседании по развитию морского порта. Планируется провести капитальный ремонт подъемной части моста, чтобы обеспечить ее работу при низких температурах. Стоимость капремонта составляет порядка 350 миллионов рублей. Ограничивать движение поездов не планируется, а вот движение автомобилей закроют на 2-3 месяца. Но пока все сроки примерные. Для начала специалисты будут готовить проектную документацию. В Северодвинске небезопасны для жизни пешеходные переходы вблизи школ. Так решил суд и обязал городскую администрацию до 1 мая этого года привести их в порядок. На перекрестке около прогимназии нет светофора и ограждения, а это нарушения госстандартов, которые ввели 3 года назад. В частности установить леерное ограждение вблизи пешеходных переходов, установить светофоры Т-7 или с вызывной фазой движения пешехода, а также оборудовать пешеходные переходы искусственными неровностями. Недочеты выявили на 7 пешеходных переходах. Два из них уже привели в порядок, на остальные пока не хватает средств. Пятерка за песню, но не простую, а историческую. Такой необычный метод работы на уроках использует педагог третьей школы Олеси Султанова. На вопрос «Кто к доске?» сразу лез с рук. Выйти и исполнить песню желают все. Разные классы относятся к такой форме по-разному. Я же не заставляю их петь, я просто им предлагаю. В качестве вот такой дополнительной оценки есть классы, которые категорически отказываются, никто не поет. Они серьезно работают на уроках, а есть классы, которые рады петь каждый урок и просят Олеся Васильевна, давайте мы сегодня споем. Ну, конечно, такого перебора допустить нельзя, но если песня в тему, почему бы и нет. Новодвинские учителя стараются любую, даже самую сложную тему урока сделать понятной и интересной каждому ученику. Чемпионат Северо-Запада по лыжным гонкам прошел в Устьянской Малиновке. На старт вышли 120 спортсменов, прошли забеги в классическом и вольном стиле, а также эстафетная гонка. Среди женщин уверенную победу одержала команда Архангельской области. В мужской эстафете триумфаторами стали гости из Санкт-Петербурга. В принципе, на таких соревнованиях всегда конкуренция есть, практически как на всероссийских соревнованиях. Молодые ребята очень хорошо сейчас могут пробежать, конкуренцию создать. Уже 7 февраля в Устьянах стартует первенство России по лыжным гонкам среди девушек и юношей 15 и 16 лет. В них примут участие 450 спортсменов из 42 регионов страны. Архангельская область представит 10 лыжников. Организаторы приглашают всех болельщиков поддержать нашу команду. 1 апреля исполнится 100 лет старейшему изданию области газете «Правда Севера». Этой теме было посвящено первое заседание Оргкомитета по подготовке к юбилею. Главное торжество состоится 21 апреля. С местом проведения пока не определились, возможно, им станет Архангельский театр драмы. Ведь подписчиков и друзей у газеты много, и размах праздника должен быть под стать юбиляру. Запланировано множество мероприятий, они связаны с молодежью, связаны с ветеранами газеты. И конкурсы, и выставки, и торжественное празднование, и мастер-классы, и информационные различные события. Я думаю, что будет очень интересно, и год этот запомнится. Продолжение следует...